Добрый день! Я Оксана Хлебородова, архитектор, ландшафтный дизайнер и руководитель студии «Авторский сад». Мы с вами продолжаем цикл передач «Ландшафт без проблем». И сегодня мы с вами опять в нашем садике в таунхаусе. И в этом маленьком садике мы будем говорить про растения, про те прекрасные растения, про множество прекрасных растений, которые, собственно, и делают сад садом. И сегодня мы продолжаем снимать наш сад таунхаус, который является реальным садом, в отличие от остальных наших выставочных и фестивальных садов, про которые мы вам рассказывали все лето. И на самом деле, может быть, у кого-то сложилось ощущение, что вот работа ландшафтного дизайнера – это сплошной праздник, выставки, фестивали, какие-то мероприятия. Нет, параллельно с этим идет работа. И тот сад, который вы видите, мы как раз делали параллельно вместе с нашими фестивальными садами. То есть ландшафтный дизайнер, он один должен быть в нескольких местах сразу, всегда. Эта работа, на самом деле, очень динамичная и очень серьезная. И то, что вы видите, это скорее уже такая парадная сторона работы. А на самом деле, все это сделано руками нашей мастерской. И вот присутствие ландшафтного дизайнера обязательно всегда и везде. И сегодня мы будем говорить о растениях. О тех растениях, которые, собственно, и делают сад садом. И о тех растениях, которые уместно сажать именно в таунхаусах, в маленьких садах. Потому что тот садик, который мы взяли сейчас для вас для примера, он маленький. И он при таунхаусе, он меньше двух соток, 1,8 сотки. Но в нем есть все. Первое, что бросается в глаза, это что, конечно, мы сделали живую изгородь из туй. Вот по поводу живых изгородь из туй вдоль забора существует совершенно противоположное мнение. Некоторые считают, что это хорошо, некоторые считают, что это ужасно. На самом деле, это хорошо именно на маленьких участках. И это ужасно на участках больших. Так что все очень просто. Почему? Потому что туя дает стенку, как ковер в доме. Если у вас маленький участок, у вас вот эти стенки, эти заборы, они воспринимаются, как стены комнаты. Интерьер такой получается. И вот эта бархатная поверхность туи, она безумно хороша именно в этом контексте. Дальше на фоне туи вы можете сажать какие-то растения, которые с белыми цветами гортензии, прекрасно. Со светлыми листьями дерены, прекрасно. Все, что контрастное, с большими листьями, крупной листовой пластиной, прекрасно. Вот все эти растения на фоне туи будут выглядеть совершенно великолепно. То есть это фоновая стенка, которая закрывает забор. То есть в заборе уже на самом деле никакой необходимости не возникает, потому что очень часто бывает, что в таунхаусах такие заборы, которые не очень красивые, не очень интересные. Вот здесь вообще пришлось вот такой общий забор из металлический забор. Еще с той стороны, ну правда соседи загородили вот такой бамбуковой стенкой. Ну и на фоне этого бамбука вот наша задача дорастить туи так, чтобы вот этого ничего не было видно. Мы просто были бы в зеленой комнате. Ну а что касается больших участков, почему там это делать нельзя? Потому что в больших участках периметр должен закрываться крупными растениями, уже деревьями крупномерами. И там эти туи по периметру, они просто бывают не нужны. То есть это слишком маленькая, слишком низкая, слишком такая вот несерьезная преграда, она слишком искусственной выглядит. То есть маленький участок – это комната, большой участок – это уже не комната. Большой участок должен кончаться как бы лесом, да, то есть периметр должны составлять большие деревья. И поэтому вот каждый раз надо думать, какой вариант вам больше подойдет. Ну и кроме этого, здесь мы все-таки тоже видим несколько деревьев покрупнее. Это кедра, это кедровая сосна, сосна сибирская, которая немножечко, ну она поприятнее, чем сосна обыкновенная. Сейчас вы видите, конечно, уже осенью они немножко облетели. Это первый год после посадки неминуемо она сбрасывает какое-то количество иголок изнутри. Дальше она распушается и уже с каждым годом она только красивее и красивее становится. Их очень легко стричь или прищипывать. То есть мы отстригли, если верхушку, то у нас эта сосна начинает расти вширь, чтобы не быть слишком высокой. Или наоборот, мы не трогаем верхушку, можем формировать ее более стройной, чтобы она не занимала большое пространство на участке. Поэтому вот этот материал очень податливый и мы можем делать с этими деревьями потом все, что захотим. И таких кедровых сосен у нас три на участке. Почему именно здесь они сидят? Вот если видно, видите, вот эта газовая подстанция, которая немножко сбоку нам нужна, чтобы со стороны взгляда из дома, когда выходишь из дома в сад, чтобы вот эта часть была закрыта. Поэтому кедр немножко, когда вырастет, он закроет вот эту вот газовую подстанцию. Ну и дальше мы, конечно, отпускаем туи. То есть здесь периметр, он чисто такой еще технический. Туи должны закрыть все то окружение, которое они могут закрыть. В том числе вот эта газовая подстанция, она со временем, года через четыре, будет целиком закрыта туями. Мы не забываем о том, что наш садик находится в черте города Москвы. И поэтому при подборе растений мы, естественно, руководствовались их самой большой устойчивостью. Потому что в Москве необходимо, чтобы растения были устойчивы в первую очередь к загазованности, к воздуху и к той воде, которая тетет на нас сверху в виде дождя. Но в каждом садике должна быть какая-то изюминка. И здесь в мае месяце будет изюминкой рододендрон, вечно зеленый рододендрон. Очень многие считают, что это растение исключительно капризно. Но я хочу порекомендовать вам сорта финской селекции. Это сорта Хельсинки, Университет, ГААГа. Они выдерживают морозы до минус 40 градусов. Но это не говорит о том, что эти растения можно вот в таком виде оставить на зиму. Посмотрите, они ярко-зеленые, и именно такими они уйдут в зиму. Поэтому вот эти замечательные почки, которые распустятся в мае следующего года, необходимо защитить от заморозков. Самое страшное для них даже не просто холод, а смена холода и оттепели. Что нужно будет сделать с этим рододендроном? Надо создать воздушный слой между цветочными почками и окружающей атмосферой. Для этого делаются укрытия из двух слоев. В первую очередь рододендрона нужно связать и обмотать слоем укровного материала плотностью выше 40. И второй слой на некотором расстоянии. Можно поставить некоторый шалашик, который снова обмотать таким же слоем укровного материала. Этого достаточно, чтобы ваш рододендрон прекрасно перезимовал. Во-первых, это укрытие охранит от мороза. А во-вторых, не даст снегу, если он будет, поломать ваш куст. Конечно, в отличие от больших участков в таунхаусах, в маленьких участках, каждый кусочек должен радовать всесезонно. И мы не можем здесь оставить каких-то кусков проходных, которые какие-то будут не очень красивые, не очень презентабельные когда-то. То есть здесь должно быть все всегда очень аккуратно. И вот то, что вы видите, позади меня растения, они подобраны таким образом, чтобы обеспечивать как раз сезонную декоративность. Конечно, хвойным растениям, безусловно, отдается предпочтение. И вот если посмотреть, хвойных растений у нас гораздо больше, чем растений лиственных, просто по массе и как-то по ощущениям. И это, наверное, правильно. Но именно какую-то сезонную красоту, такую изменчивость придают саду, конечно, лиственные растения и многолетники, и цветущие многолетники, и те, которые меняют свою листву на протяжении сезона. Вот то, что мы видим, да, вот позади меня. Из хвойных туя сморакт, туя желтолистная, санкист, два можжевельника, скайрокета, сосна горная, можжевельник блюкарпит, можжевельник менджулип. Вот это все хвойные растения. И среди них что растет? Растет спирея Гревшейма весеннее цветение, растет гортензия цветения осеннее, растет стефанандра криспа, которая даст такой вот очень хороший красивый каскад, когда будет свисать с подпорной стенки, потому что это такое вот растение ампельное, такое вот плетистое. И дальше здесь лилии. Здесь несколько видов лилий, которые будут по очереди расцветать просто огромными сияющими букетами. Ну и, конечно, чуть позже мы посадим здесь луковичные тимпаны, нарциссы, крокусы. И в нормальном хорошем саду просто вот луковицами утыкиваются все свободные места, чтобы летом здесь было, вернее весной здесь было, после снега уже сразу начиналось цветение, и оно бы продолжалось до середины июня именно луковичных. Это все будет просто чуть позже, сейчас еще немножко не сезон. И то, что у нас будет свисти все лето, это лилейник Стеллодора, который, вот видите, даже сейчас какие-то цветки у него есть, желтые цветы, которые будут периодически появляться все лето. Ну и дальше что-то еще расцветет. Ползучие очитки расцветут, один сорт, другой сорт. Они, знаете, когда они цветут, они просто дают такой ковер, либо розовый, либо желтый, либо белый. Вот это цветение, там нельзя сказать, что это какой-то красивый цветок, да, но это ковер цветущий. Вдруг раз, и кусочек вашего сада буквально вспыхивает каким-то цветом. Один цвет вспыхнул, где-то еще другой цвет вспыхнул. Таким образом все время что-то цветет. Вот куда бы ты ни посмотрел, вот в этом секторе взгляда обязательно что-то должно быть цветущее в любой момент времени. При посадке рододендрона надо руководствоваться его пожеланиями. Рододендрон очень любит кислоту. И в посадочную яму обязательно добавить кислый торф. А если у вас появится возможность, то сходите в лес, в хвойный лес, наберите опад из-под сосен или елей и добавьте тоже под ваши рододендроны. Каждый год стоит добавлять кислоты под куст. Вы можете использовать любую кислоту, которая есть у вас под рукой, но не стоит пользоваться аккумуляторной жидкостью. Это может быть лимонная кислота, это может быть препарат винтарная кислота, который можно купить в обычной аптеке. Каким образом разводить? Янтарная кислота – это то, что можно принимать человеку внутрь, поэтому попробуйте на язык, просто должно быть кисло. И самое главное еще, при посадке не забудьте, что рододендрон очень не любит замокания, поэтому дренаж вокруг него должен быть очень серьезный. Декоративный огород Некоторые люди пытаются делать его каменным, массивным, приподнятым. Некоторые, наоборот, делают его каким-то несерьезным, таким с отсыпками, которые постоянно засоряются землей. Но вот здесь мы пришли к какому-то, знаете, такому компромиссному решению, когда с одной стороны грядки приподняты, что очень удобно, и ограниченные деревом, как таким экологичным материалом, и с другой стороны дорожки – это как бы продолжение мощения, которое у нас тут есть. Дорожки крепкие, твердые и тоже те, которые очень легко потом приводятся в чистое состояние после каких-то манипуляций с нашими растениями, с нашими грядками. Здесь у нас вот сколько? Семь? Семь небольших грядочек, 90 на 90 сантиметров. И я думаю, что для маленького участка и для того, чтобы просто поиграться в какие-то огородные культуры, вот этого хватит просто, ну, этого достаточно будет. Наверное, какие-то появятся пряные травы, наверное, салаты, наверное, редиски. Ну, мы предлагали посадить еще землянику, но как-то хозяева оказались не фанаты земляники. Поэтому какие-то помидоры, огурцы и все, что люди захотят здесь выращивать, все здесь будет расти. И вот, если видите, в каждую грядку выведен штуцер капельного полива, поэтому этот огород, ну, максимально будет таким растущим самостоятельно и без каких-то усилий со стороны владельцев. Да, то есть посадили, и дальше оно само поливается, подкормили удобрением и комик, и дальше оно все растет. Сейчас середина октября. А в нашем саду до сих пор цветут цветы. И это лилейники. Это сорт Стелла деора, один из самых продолжительно цветущих лилейников. Обратите внимание, он имеет достаточно тонкие листья, и его можно отличить от других, даже без цветков. Вообще лилейники – это очень хорошее и благодарное растение. Дело в том, что практически невозможно ошибиться с его посадкой. Он спокойно относится к любым почвам, и когда вы его сажаете, если вы его посадите слишком глубоко, он немножко приподнимется. Если слишком высоко заглубится, он сам регулирует то место, где ему удобно и очень быстро разрастается. Только надо иметь в виду, что отдельный цветок лилейника держится очень недолго. Есть один день цветущие, есть одну ночь цветущие, есть долго цветущие, но это долго всего одни сутки. Но это компенсируется тем, что из каждого куста лилейника выбрасывается огромное количество стрелок, заканчивающихся многочисленными бутонами, которые будут распускаться практически все лето. И дальше о чем еще хочется сказать. Мы должны делать участки максимально безуходные, чтобы как можно меньше к ним прикасаться именно с точки зрения обслуживания. И вы знаете, здесь что очень важно? Очень важно посадить растения таким образом, чтобы они при разрастании не мешали дружка-дружке, и не возникало бы необходимости что-то рассаживать, пересаживать, многолетники делить и так далее. Вот посмотрите, то, что здесь растет, мы постарались избежать вот этой конкуренции среди растений рядом сидящих. Вот смотрите, четкие формы вот этих туй, будут две туи разрастаться, одна чуть выше, другая чуть ниже, они в конце концов сомкнутся, будут два таких вот шара, один с другой входящие, и все, и замечательно, это будет красиво, ну, чуть-чуть, может быть, подравнивать верхушку. Перед ними сидят хосты. При разрастании эти хосты, ну, штук 15, наверное, сидит. При разрастании это будет просто плотный ковер хосты, которые дойдут до вот этих туй, до шариков, и все, там они остановились, они немножко вылезли на дорожку, все, никто никому не мешает. Девичий виноград, который бьется по столбу перголов, то вся она будет увита девичьим виноградом, девичий виноград сам по себе, он вырастает из массы вот этих хост, он тоже никому не мешает. Кедр, сосна кедровая растет сама по себе. Дальше гортенки древовидные, три куста сидят, причем три куста уже больших, потому что нам же надо сразу, чтобы декоративность была обеспечена, да, мы не можем сажать что-то совсем крохотное маленькое. Вот эти три куста сомкнутся в один единый большой куст, и вот этот треугольник, который им отведен между туями и кедром, они весь его займут, чуть-чуть они будут красиво свисать на газон, и все, вот этот кусочек, он уже оставлен для гортензии. Опять же дальше небольшая хоста, чтобы разделить гортензию и вот эту вот подушковидную елку, и за ней небольшой рододендрон. Рододендрон будет сам по себе, он будет выше, чем подушковидная елка. Дальше елка, опять же, никому не мешает, и над елкой немножко выше вырастет дерен элегантисимо. Вот, кстати, посмотрите, насколько яркие листья дерена, насколько они шикарно смотрятся на фоне темной живой изгороди и стуль. Очень здорово. И вот все растения тут, они контрастны между собой, то есть никакой у нас каши не получится, никакой у нас не получится какой-то неразберихи в нашем цветнике. То есть все здесь на своих местах, и каждому растению или группочке одинаковых растений отведено свое строго определенное место, и главное, что учли возможность того, что они будут разрастаться, и какие-то пределы мы им заложили. А дальше, конечно, любая подушковидная елка, она будет стремиться вымахать там и 3 метра, и 4 метра, когда-то, да, через 25 лет. Но опять же мы знаем, что они очень легко поддаются стрижке и прищипке. И через те же 25 лет у нас эта елка может остаться в тех же габаритах, в которых она есть сейчас. Ну, я думаю, что мы постепенно будем давать ей возможность немножко разрастаться, чтобы это просто было такое более солидное, такое вот, ну, красивое растение. Но в то же время не будем давать ей возможность расти вверх, образовывать макушку и становиться вот той елкой, которой она могла бы стать где-то в природе, вот не без участия человека. Поэтому все растения чуть-чуть формируются. Но вот эти формировки – это, ну, это не та тяжелая работа, да. Во-первых, тут не будет никогда сорняков по поводу тяжелой работы, да, вот что у нас сорняки и какие-то пересадки. Сорняков здесь не будет, здесь стерильный грунт, то торф, нефинный торф с песком, и здесь просто нет семян сорняков и нет корней сорняков, им тут просто неоткуда взяться. Вот, поэтому из работы здесь только небольшие формировки и кашение газона. Ну, и... Как это не грустно звучит, но мы с вами прощаемся. Спасибо вам, что вы были с нами все лето. Мы с вами отсняли замечательный цикл передач «Ландшафт без проблем». Мы сделали шесть садиков в парке Осетр. Мы сделали с вами два фестивальных сада и даже получили награды. И, наконец, мы с вами посмотрели реальный садик, который мы сделали. Я думаю, что пока что этого достаточно для того, чтобы вы зимой, может быть, какие-то идеи, какие-то мысли нарисовали на бумажке, может быть, сделали проекты своих будущих садов или модернизации тех садов, которые у вас есть. И я думаю, что вот эти наши встречи с вами не прошли даром, а наоборот принесли вам какую-то реальную пользу. Поэтому вот сейчас мы с вами прощаемся, но я надеюсь, что увидимся в следующем сезоне. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок